Бисмиллахи ррахмани ррахим. Альхамдуллиллах. Ассалату ассаламу аля Расуллиллах. Аля алиху ассаби хаджмайин амма ба'ад. Продолжим наш разговор про альфи'у лил-мута'адди, про переходный глагол. За основу урока мы с вами взяли книгу Тасриф аль-Аззи. Лизанчайни рахимахуллах. Автор книги говорит Танбихун примечание. Альфи'ул глагол, то есть всякий, любой глагол. Имма мута'аддин, или переходный, то есть бывает или переходным. Затем автор, до того как сказать Ваимма лязимна, или бывает непереходным, привел определение Альфи'ул лил-мута'адди, переходного глагола. Используя для этого вводное предложение. Арруф альмуэллифу альфи'ул лил-мута'адди мустахадиман фи-заликал джумляталя тирадид. Он говорит Вауа, он, или это, то есть переходный глагол, это Альфи'ул лил-лизи ята'адда, это тот глагол, который переходит, то есть глагол, который обозначает такое действие, которое переходит минальфа'ля от фа'ля, от действующего лица, или маф'ул бихе, к прямому дополнению, к маф'ул бихе, то есть к тому, на что падает это действие, к чему данное действие переходит, то есть предмет или лицо, на которое падает действие, каковликоподобно твоим словам, то есть примером могут служить твои слова, например, даробту зейдан, я ударил или побил зейдан. Вау самма, этот глагол называет айдан так же, то есть так же, как его называют, переходом к глаголам, его называют ещё wāqiyan , глаголом, обозначающим действие, которое падает на прямое дополнение о, муджаа узан, а также переходящим от fa'ala, от действующего лица. Значит аль-мута'ад зи objection this рассматриваются обе сторона. Fa'al wa mafoolbiy действующее лицо и прямое дополнение. То есть то на что падает действие. А что касается названия муджауза , то здесь учитывается сторона Fa'ala действующего лица. То есть, «ли муджа вузати гиль фа'ля», так как это действие переходит от фа'ля. То есть, образно говоря, переступает черту фа'ля, не остаётся с ним. А что касается названия «ва'кьа», «падающий», то есть действие, которое падает на «маф'уль биги», прямое дополнение, то здесь учитывается сторона «маф'уль биги», прямого дополнения. То есть, «альва'кьа аляль маф'уль биги», это действие падающее, распространяющееся на прямое дополнение. Следует отметить, что разница между переходным глаголом и непереходным глаголом только в наличии «маф'уль биги», прямого дополнения. Так, переходный глагол его имеет, а непереходный – нет. «Вальфарку байна лмута'адди и валлязима анна лмута'адди лаху маф'уль биги», «валлязима ла маф'уль биги». А что касается остальных видов «маф'уль биги», такие как, например, «маф'уль биги», то есть «зарфу заманин» и «зарфу маканин». То есть дополнение, обозначающее время или место совершения действия. Или маф'уль мутлаху, абсолютно мастер, то есть мастер, дополнение, которое усиливает смысл глагола, например. Или маф'уль лаху, мастер, или дополнение, которое обозначает причину совершения действия и так далее. то эти виды мафула могут проходить как с переходным глаголом, так и с непереходным глаголом. Для разъяснения приведем пример, который сейчас приводится в комментариях подобной книги. То есть дословно, собрались люди в присутствии Амиры, то есть на местнике, например, на рынке в пятницу, с собранием, под деревом, ради воспитания или наказания Зейда. Так, это у нас, это у нас непереходный глагол, феалун лазима. Аль-Кауму собрались, собрались кто? Аль-Кауму люди. Люди это у нас фааль, действующее лицо. Поэтому это имя здесь поставлено в состоянии графа, морфула, именительный падеж. Уаль-Амиры, это слово Амиры, это у нас мафула махула, дополнение, указывающее на лицо, в присутствии которого совершено данное действие. Как мы видим, это имя тоже мансубан, в состоянии нас в винительном падеже, как и все остальные виды мафула. Яума, это у нас мафула фиги, зарф заман, обстоятельства времени, то есть имя, обозначающее время совершения действия, тоже мансубан, в состоянии нас в винительном падеже. Иджитимаан это собраниеан, это у нас мафулин мутлакун, свободное от ограничения дополнения. Муаккедун ли амли, который здесь усиливает свой смысл, усиливает свой амли, фактор, то есть глагол ичитама, тоже в состоянии, который усилит свой амли, свой фактор, то есть глагол ичитама, тоже в состоянии нас в винительном падеже, мансубан. Тахтащаджирати, тоже мафулин фиге, то есть зарфамакан, имя, обозначающее место совершения действия, тоже мансубан, в винительном падеже. Таадибан для наказания или ради воспитания зейда, это у нас мафулин лнахова, или мафулин ле-аджлихи, или мафулин мин-аджли, как его еще называют, то есть это имя, это мастер, которое обозначает цель совершения действия, тоже в винительном падеже, мансубан. Как мы видим, все эти виды дополнения, джамиуа нваа лмафулин лхадихи, могут приходить с непереходным глаголам, так как эти виды мафулин вносят в речь дополнительную пользу, вносят большую ясность, однако они не указывают, как мафулин бихи, на значение, которое необходимо для понимания смысла глагола. Вот почему автор выделил или обусловил мафулин дополнение словами бихи, то есть прямое дополнение мафулин бихи приходит только после переходного глагола. В отличие от остальных видов дополнений, остальные виды дополнений могут проходить как с переходным глаголом, так и непереходным. Вот почему он выделил мафулин бихи прямое дополнение, сказав бихи, Аль-ба здесь бима'на алейхи, бима'на аля, то есть ба здесь в значении аля, предлог родительный подержа ба здесь в значении аля, то есть мафулин алейхи полчаса, то есть дополнение, на которое падает действие. Аллаху алам.